Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Нужно сказать в вашем совете, пишите вы. Я не устаю повторять, что психологи не дают советов. Это нужно понимать. Нужно понимать, что психологи тем и отличаются от друзей и от знакомых, от родных тем, что мы не даем советов. Мы помогаем человеку разобраться в себе, но мы не даем советов. Это очень важный момент. Вам нужно как бы увидеть, постараться увидеть этот факт, что психолог не может давать советов. Если он будет давать советы, то он будет брать ответственность на себя. За вашу жизнь, грубо говоря. А мы этого делать не хотим. Мы не хотим брать ответственность за вашу жизнь. Потому что мне кажется, что у вас есть, в принципе, и своя жизнь. И вам нужно учиться обходиться как-то с ответственностью за свою жизнь. Нам нужно брать эту ответственность за свою жизнь. Вот. Мы можем научить вас эту ответственность за свою жизнь брать, если вы этого хотите. Но мы не можем и не хотим, как я уже сказал, брать ответственность за вашу жизнь. Это было бы не корректно. Это было бы не правильно. С точки зрения профессиональной этики, с точки зрения элементарной для вас полезности. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Так? Итак. Начинаем. Ваш, собственно говоря, вопрос. Полтора месяца тому назад мы с девочкой расстались. У нас были отношения три месяца. Но я понял в результате общения, что не вижу будущего с данным человеком по ряду причин. Я сделал вывод, что она немножко инвалидная и очень напрямая. Согласен. Подходит это мне всем и не кашу. Дело в том, что я блокировал ее номера, но периодически смотрю историю входящих вызовов заблокированных номеров и обнаружил, что она периодически звонит мне. А зачем смотрите историю вызов заблокированных номеров? В какой цели это? Уже полтора месяца прошло, то есть как оцениваете ее поведение? Как борьбу? Дело в том, что рассталование – это травма и то, что человек делает, это не принимает реальность, в которой вы расстались по большому счету. Человек проживает то, что называется борьбой. Человек таким образом проживает, собственно говоря, травму. Вот так все. Вот. Сказать, что это… Нормально? В принципе, можно было бы здесь. Это действительно нормально? Это правда нормально? Вот. Другой вопрос – как вы на это реагируете? Вот. какой вопрос, на мой взгляд, вам нужно себе задать? Вот. А цепляет ли, например, меня это? Если цепляет, то как меня это цепляет? Каким образом меня это цепляет, если цепляет? Вот. Вот. Это, мне кажется, важно. Важнее, по крайней мере, чем то, как, допустим, мы оцениваем ее поведение. Вообще, мы никак не можем оценивать ее поведение, потому что она не наш клиент, знаете ли. Нашим клиентом в большей степени являетесь вы, на мой взгляд, и мы можем спрашивать вас скорее, но не ее. Потому что к нам она не обращалась. Вот. То, что делаете вы сейчас, я бы сказал, в какой-то степени нарушаете этику, потому что распространять информацию об этом лице без его или, в данном случае, ее, но надо было согласен. Вот. Не защитите мои слова, как что-то такое, ну, как придирку, но человек достаточно легко может, в принципе, за это впадать на вас в суд. Поэтому я бы рекомендовал вам быть с этим поосторожно. Вот. Вот. С нашей... С нашей... С нашей... С нашей стороны угрозы никакой не существует, не существует. Вот. Но если она об этом узнает, то... Я бы сказал, что хорошего ничего не будет. Ну, или, по крайней мере, хорошего будет очень и очень немного. Просто хотел вас предупредить. Дальше. А как навести себя в такой ситуации? Я не отмечаю ей. Ну, а почему-то, почему-то вы не можете просто продолжать ее игнорировать. Видимо, на это есть какие-то причины. Видимо, у этого есть какие-то основания. Видимо, что-то вам мешает просто ее продолжать игнорировать. Видимо, как-то вы все-таки реагируете на то, что она вам продолжает звонить. Я, конечно, не знаю, как вы на это реагируете. Может быть, вы реагируете на это с чувством вины. Может быть, вы чувствуете себя виноватым. Может быть, что-то еще происходит, о чем вы здесь не пишете. Вот. И так далее. То есть я бы сказал, что, по-моему, имеет смысл прислушиваться к себе. К своей реакции на это. И дальше, дальше уже. Исходя из того, что вы чувствуете. Исходя из того, как вы реагируете на нее, двигаться дальше. Вот. Это, на мой взгляд, то, что вы реально можете сделать. Вот. Вот. Девушку изменить вы не можете. Особенно, если вы, ну, сами назвали ее, в общем-то, вы сами назвали ее упрямой, вы сами назвали ее инфантильной. И она ведет себя ровно так, как, в общем-то, вы ее назвали. Вот. То есть я понимаю, что связь тут, конечно, есть. Вот. Но, как бы она, эта связь, ну, весьма очевидна эта связь. Я бы так сказал. Вот. А вам нужно ориентироваться на себя. Вот. И пока что печально, но факт, что ориентируйтесь вы в большей степени, как мне кажется. Ориентируйтесь в большей степени вы на нее, а не на себя. И, соответственно, соответственно отсюда и возникает всякого рода трудности, всякого рода проблемы. Вот. На мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд, вариантов тут может быть много. Это может быть не единственный вариант. Вот. Но, тем не менее, такое ощущение, что девочка для вас имеет значение несколько более широкое, чем то, что вы пытаетесь нам представить. Я не говорю, что вы обманываете однозначно. Возможно, вы и сами сейчас так думаете. Вот. Возможно, вы и сами сейчас так полагаете. Но все же, мне кажется, что смотреть нужно вот в туда. В ту сторону. Слово, что девочка имеет для вас несколько больше значения, чем вы думаете, чем вы предполагаете, чем вы себя ведете. Вот. Вот. И это, соответственно, естественно, осложняет вам жизнь. Вот. Потому что здесь происходит дихотомия. То есть, ну, расхождение. Вот. Здесь происходит именно расхождение между тем, что вы полагаете, между тем, что вы считаете, и тем, что на самом деле происходит. Вот. Вот. Поэтому, дабы и чтобы этого не было, дабы и чтобы дихотомия не развивалась, вам необходимо как можно быстрее обрести честно с собой, признать какие-то, признать какие-то, может быть, ну, нелицеприятные вещи, да, какие-то, может быть, неприятные вещи. Вот. И, соответственно, дальше уже действуют, исходя из них, исходя из этого. Действуют. Я бы сказал. Вот. То, как я бы вот здесь, ну, какие-то ситуации вижу. Вот. Как-то так я бы мог ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Надеюсь, что вам это было, вам это было, для вас это, надеюсь, продуктивно. Вот. Я вам хочу пожелать всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. По пом 부у? Браво? Gig. Памечка.